Духовная модернизация Кроме этого, фонд подготовил методику, получившую название «Школа, основанная на ценностях». В этом выпуске мы как раз и поговорим о воспитании новых поколений и о современном образовании. Вы часто говорите об образовании, основанном на ценностных ориентирах. Что в нем главное и каким путем необходимо идти, чтобы не свернуть с верного курса? В первую очередь хочу сказать, что нынешний Казахстан – это уже не та страна, которая была прежде. Сегодня мы – государство, которое стремится найти как свое достойное место в этом непростом мире глобализации в целом, так и в числе 30 развитых стран в частности. И здесь программа «Ельбасе. Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» играет особую роль, так как в основе всех шести ее направлений лежит возрождение общественного сознания. И в рамках этой программы Министерство образования и науки в 2019 году разработало и утвердило новую концепцию воспитания и образования. Что это за документ? Это стратегия, которая как раз таки и опирается на шесть основных принципов духовного развития казахстанского общества. Это сохранение национальной идентичности, это прагматизм, это культ знания, это эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, и это открытость сознания. Рассматривая эти основные шесть принципов, сфера образования пришла к выводу о необходимости пересмотра многих своих основ и ценностных ориентиров. Соответственно, когда Министерство науки и образования утвердило новую концепцию, нам потребовалось пересмотреть и педагогическую методологию, и всю систему образования, и нынешнюю ситуацию в школах. Почему? Потому что процессы глобализации принесли нам массу новых реалий и новых проблем, серьезно влияющих на нашу жизнь. Соответственно, появились и новые требования по реагированию на эти вызовы. И адаптироваться к новым реалиям мы должны сами. Говоря современным языком, мы это называем челленджи. И перед казахстанской системой образования и воспитания сегодня стоит один масштабный челлендж. Следовательно, что мы теперь можем назвать ценностями? Во-первых, Ельбаса очень точно отметил в своей статье, что без сохранения своей национальной идентичности модернизация станет пустым звуком. На самом деле, у каждой определенной нации есть свой духовный корень. И это Ельбаса означил как «духовный код». Кто-то это называет «национальным кодом». Поэтому, насыщаясь этим кодом, и нужно вступать в глобализацию с учетом духовных национальных ценностей. В противном случае можно ввести себя в большое заблуждение и сделать много непоправимых ошибок. И, соответственно, когда мы говорим об образовании, основанном на ценностях, мы имеем в виду именно это. То есть, основная цель новой программы – воспитать и сформировать личность, освоившую как национальные и общечеловеческие ценности, так и современное образование и навыки. Вообще, понятие ценности, оно весьма растяжимое и имеет широкий спектр. Поэтому давайте мы с вами определим основные принципы его толкования. Назовите. Безусловно. Если мы занимаемся воспитанием и образованием, то в первую очередь надо говорить о человеческих ценностях. Любовь, милосердие, уважение к старшим, забота о младших, отзывчивость, сострадание. На основе этих базовых ценностей и формируется личность, появляется понятие чувства социальной ответственности. Именно это мы подразумеваем под формулировкой «ценности». А когда мы говорим уже о национальных ценностях, то здесь мы отталкиваемся от истоков. Как эти понятия появились в нашем национальном сознании, как шел процесс формирования нашей истории. Рассматривая сквозь призму времени, истории и формируя данную цепочку, мы и выходим на новый уровень и на мировую арену уже с определенным багажом. А не утратим ли мы свои национальные ценности, увлекшись мировыми трендами? Вы это хорошо подметили, Дархан. Именно этот вопрос мы держим на постоянном контроле, когда обращаемся к западному опыту. Сегодня существует несколько моделей образовательных систем. Финская, сингапурская, американская. И во время внедрения передовых практик и опытов наиболее успешных систем, мы не должны потерять свою национальную идентичность. В противном случае это чревато тем, что мы не сможем воспитать поколения, которые будут любить свою родину. Мы не сможем создать такого человека, которого Абай называл целостной личностью. Как я уже говорил, изначально под понятием ценности мы подразумеваем основные человеческие качества. Мы же рассматриваем еще и наши национальные ценности, которые я уже назвал. И когда мы говорим о том, что должно формировать современное образование, то первое, что приходит на ум, это конкурентоспособность. А если продолжить говорить о внешних целях образования, то это развитие критического мышления, изучение языков, формирование умений по выстраиванию коммуникаций, постановки целей. На английском это называется hard skills, жесткие навыки. Но есть еще и внутренние ценности, soft skills, мягкие навыки. Если, воспитывая ребенка, мы не сможем обеспечить ему условия для освоения внутренних ценностей, то этот ребенок, возможно, и сможет стать сильной личностью, но целостной личностью с точки зрения Абая он никогда не станет. Почему? Потому что он в приоритете будет ставить материальные блага и свою карьеру. Но если, например, ребенок, который умный, умеет хорошие навыки, станет еще и носителем таких общечеловеческих ценностей, как милосердие, любовь, верность своему народу, умение ставить интересы своего народа превыше всего, то он будет целостной личностью. Василий Сухомлинский как-то изрек хорошую мысль. Если ты пришел в этот мир человеком, то твоя следующая цель – стать настоящим человеком. Поэтому образованных людей очень много, но вместе с тем среди них огромное количество тех, которые при всей своей образованности так и не смогли стать настоящими людьми. То есть здесь настоящим человеком мы называем того, кто кроме профессиональных навыков имеет еще и высокие нравственные ценности. А как этот принцип внедряется в школах? По названным мной направлениям созданы практические концепции, входящие в стратегические документы, с учетом которых в нынешнем году была принята пятилетняя программа развития образования на 2020-2025 годы. В этой программе, основанной на ценностях, был затронут еще один вопрос – чего мы добились до этого? Что мы дали через нашу прежнюю систему образования тем поколениям, которые через нее прошли? Какие базовые ценности, о которых я говорил прежде, они усвоили? У знаменитого Штрауса есть теория, которая называется теория поколений. Так вот, по ней в одном веке живут пять поколений. И эти пять поколений в понимании друг друга, в выстраивании коммуникаций между собой, сталкиваются с множеством проблем. Сейчас мы это же отчетливо можем видеть и у нас. Поколение, идущее после нас, называется поколением Z. У него свой образ мышления, своя точка зрения. И если говорить в целом, то можно сказать, что поколение Z живет в виртуальном мире. А мы поколение Y, мы поколение прошлого. И если мы не найдем общий язык с поколением Z, то это приведет к серьезным противоречиям. Поэтому, когда мы создавали новую программу образования, мы обязательно должны были это учитывать. В чем же основная проблема поколения Z? В том, что они обязательно требуют, чтобы все обязательно считались с их мнением. Они не признают систему повелевания и приказов. Если они сами в чем-то не заинтересованы, если у них нет личной мотивации для того или иного рода деятельности, то они не будут этим заниматься. Они живут в виртуальном мире. Поэтому в процессе обучения мы должны это учитывать. Это поколение также имеет и серьезные трудности в общении между собой. Сейчас популярно такое понятие, как буллинг. Это американский термин, который обозначает издевательство, притеснение, надсмехательство друг на другом. И в нашем детстве, конечно, такое тоже было, но у нас больше было рукоприкладства. А у них этого нет, они не дерутся. Они в основном воздействуют друг на друга психологически. Поэтому главная миссия образования, основанного на ценностях, — воспитание милосердия, человечности и доброты. И именно поэтому в новой программе мы уделяем особое внимание этим аспектам. Что должны сделать школы, начиная от директора и заканчивая учителями и родителями для достижения этих целей. Вот, например, приходит ребенок в школу, и здесь надо понимать, что в этот момент он еще не сформировался как личность. И он впитывает все, что видит. Как педагог себе должен вести с ним. Он должен прежде всего поздороваться и проявить радушие. Это очень важно. Мы все это учитываем в своей программе. Каждый педагог и участник процесса является «rule model». Это английский термин, ролевая модель. Каждый участник процесса образования должен играть свою роль перед ребенком. Каждый должен выстраивать с ним отношения на равных. Каждый, начиная от руководства школы до учителей и родителей. Только учитывая психологию ребенка, должны выстраиваться отношения на уроке, в школе, дома. Везде должна быть здоровая обстановка. Ребенок должен всему учиться на положительных примерах. Это одна из основных задач программы. Например, в школах, работающих на основах ценностных принципов, действуют особые правила. И первое правило — нет разговором на повышенных тонах. То есть никто не имеет права кричать и повышать голос, понимаете? То есть здесь директор школы должен быть модератором учебного процесса, относиться к учащимся как друг, выстраивать коммуникации с ними наравне. Тогда ребенок становится более уверенным, свободным. И именно таким способом раскрывается потенциал учащегося. Если учитель будет давать ребенку публичные оценки, критиковать, сравнивать на публике, говорить, что один получил два, а другой пять, это будет крайне неправильно для поколения З. Это просто недопустимо. Здесь я вспомнил одно высказывание поэта Макжана Жумабаева. Родители не должны воспитывать детей как свое отражение, они должны делать их лучше себя. Потому что эпоха детей намного сложнее времени, в котором жили их родители. Насколько актуально сейчас это высказывание? Да, мы должны с этим согласиться. Теория поколения, о которой мы с вами только что рассуждали, говорит именно об этом. То есть опыт нынешних родителей во многом является бесполезным для их детей. У нас ведь есть опыт, который мы освоили в прошлом, в молодости, когда вы учились. Многие сейчас часто своим детям говорят, «Сынок, я в твое время паскот чистил сарай в твоем возрасте и успевал еще и хорошо учиться». Говоря так, вы смотрите сквозь призму своего времени. Но современный ребенок этого не понимает, да ему это и не нужно. Нынешние реалии совсем другие. Мы должны ребенка подготовить к его будущему. Поэтому мы должны обратить особое внимание на требования сегодняшнего дня и не забывать об особенностях времени. Но у родителей казахстанских детей есть огромный недостаток, и я этому свидетель. Я 10 лет был учителем, затем 10 лет был директором школы, и могу с уверенностью говорить об этом. Наши родители не хотят брать ответственность. Отдают ребенка в школу и думают, пусть учитель его воспитывает и дает образование. В современном глобальном мире такой образ мышления является неправильным. Именно родители должны в первую очередь брать на себя ответственность за воспитание своих детей. Я как-то изучал одно американское исследование, и в нем говорится о том, что в формировании ребенка как личности 38% ответственности лежит на родителях, 18% на школе и учителях, а уже оставшиеся 44% приходятся на окружение и друзей. Вот и выходит, что родители имеют не меньшую ответственность, чем школа. Поэтому родители должны занять проактивную позицию в этом вопросе. Что такое проактивная позиция? Они сами должны меняться, должны идти в ногу со временем, искать пути. Ильбас Ивити говорит об открытости сознания. Родители должны перестать жить в прошлом, нужно жить в современном мире, какие сейчас есть тренды. Родители должны задаваться вопросом, чтобы дать ребенку образование, какую ответственность я должен нести, что мне нужно знать, как я могу ему помочь. То есть родители должны быть открыты новшеств, они должны развиваться вместе с ребенком. Без этого никак. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был сильным, приспособленным к жизни, в будущем мог стать конкурентоспособным, то ожидать этого только от школы – большое заблуждение. Вы как никто другой знаете, что дать знания – это одно, а научить их правильно использовать – это совсем другое. Учат ли вообще наши педагоги рационально применять знания, которые дают детям? В этой проблеме нельзя винить одних только учителей. Это социальная проблема, которая исходит из нашего общества. Это как раз и связано с необходимостью возрождения общественного сознания. Спрашивая вас об этом, я хотел услышать ответ на вопрос, решить ли эту проблему концепция целостного образования и воспитания, о которой мы с вами сейчас говорим. Здесь мы как раз и обращаем особое внимание на практические вопросы. Основная цель программы развития образования – это модернизация содержания, формирование содержательной концепции. Что в нее входит? Прежде всего, с точки зрения функциональной грамотности, это умение использовать знания на практике, правильное умение рационализировать и другие вещи, касающиеся содержания образования. Сейчас мы начали осуществлять эту концепцию на практике. Например, есть понятие «проектное обучение». Это образование, основанное на проекте. То есть вы даете ребенку одну проблему, например, проблема, касаемая предметов. Ребенок сам ее исследует, находит ответы и представляет пути решения перед родителями, учителями, друзьями. То есть ребенок развивает в себе предпринимательский дух. Он не просто сидит в стенах школы, но и контактирует с внешним миром. Например, в домах они считают, сколько электроэнергии они тратят, сколько у них есть излишеств в расходах. И все это они исследуют с точки зрения физики. И получается, они осваивают урок физики на практике и находят решение. Вот такие новшества в настоящее время происходят в сфере образования. Это очередной раз доказывает, что то, что мы сейчас делаем, пригождается в деле. Нельзя сказать, что ничего не меняется. Но, конечно, мы не можем сказать, что ребенок на 100% готов к завтрашней жизни. Но мы постепенно идем к этому. Знания, которые дают сейчас, завтра могут не пригодиться, потому что окружающая нас реальность меняется очень быстро. Тельбасы в своей статье «Взгляд в будущее модернизации общественного сознания» сказал, в ближайшем будущем многие профессии могут стать ненужными. Значит, нам нельзя сидеть сложа руки, и мы должны начинать готовиться уже сейчас. И здесь наш главный приоритет — это инновационное образование. Видите ли вы вообще какую-либо работу в этом направлении? Сегодня огромную роль играет цифровая грамотность. Ельбасы в своей статье очень точно отмечают, что проект «Цифровой Казахстан» должен обязательно осуществиться. Почему? Потому что вообще глобальный мир мы можем рассматривать и разделять на две категории — физический мир и виртуальный мир. Наши дети живут уже в виртуальном мире. Исходя из этого, разные аспекты жизни всего мирового сообщества в целом под влиянием четвертой индустриальной революции подвергаются виртуальным изменениям едва ли не каждый день. Нынешние исследования говорят о том, что в течение трех-пяти лет многие профессии, которые существуют сейчас, исчезнут из нашей жизни. А основные профессии будут развиваться вокруг цифрового мира. Это прежде всего искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн. Например, мы знаем, что уже существует криптовалюта, и все это вертится вокруг цифровой реальности цифрового мира. Поэтому, когда мы перейдем в виртуальный мир, появится много новых специальностей. И сейчас мы должны уметь спрогнозировать, должны быть готовыми к этому. Уже с сегодняшнего дня мы должны подготовить и научить своих детей цифровой грамотой. Коронавирус, который застал мир врасплох, кажется, ускорил этот процесс. Как вы думаете? Да, вы правы. Это в общем поменяло сознание не только казахстанского общества, но и в целом всего мира, всего человечества. Как вы знаете, есть такие специалисты, футурологи. Так вот, по их мнению, это является концом истории развития привычного мира, окончания этой системы. То есть история развития, которая началась в 1930 году в экономике или в какой-то другой сфере жизни и деятельности общества, закончится вместе с коронавирусом. Но начнет развиваться новая модель мироустройства. И основным трендом нового мира будет цифровая грамотность. Как вы сказали, во время пандемии все мы как народ, учителя, ученики, родители, жили в условиях чрезвычайной ситуации и перешли в режим онлайн-работы. Мы проделали огромную работу. И сейчас основная задача, как я говорил, сконнектиться с поколением Z в цифровом формате, используя разные анимации и, как мы ее называем, геймификацию. Если мы, используя игровые методы, не раскроем потенциал, не дадим мотивацию к обучению, то это будет поколение, которое не будет интересоваться знаниями. Они просто не примут этого. Самая большая проблема в образовании сейчас именно в этом. То есть эра преподавания, как раньше, одного учителя у доски все 45 минут уже прошла. Сегодня мы должны проводить урок в цифровом, новом и интересном формате, используя разные инфографики, чтобы детям было интересно и доступно. Только тогда ребенок заинтересуется контентом, который вы ему даете. За этим и последует сфера робототехнологии. Ребенок сможет освоить новую сферу кодинга, например, и когда появятся новые специальности в цифровом пространстве, ребенок сможет быстро к ним адаптироваться. Мы должны подготовить детей именно к этому. У каждого ребенка свои способности. Дети ведь разные. Сейчас существует понятие образование, направленное на индивидуальную личность. Я не буду говорить, что во всех школах страны, но в передовых образовательных учреждениях Казахстана, как вы считаете, стоит ли внедрять этот метод обучения? Нам необходимо переходить на этот метод, потому что он сегодня является основным трендом мировой образовательной системы. На английском он называется adaptive learning, то есть обучение ребенка, исходя из его индивидуальных способностей и навыков. Мы, педагогическое сообщество, во время организации обучающего процесса должны продумать несколько сценариев, учитывая высокий, средний и низкий уровень, и, исходя из этого, давать знания детям. Потому что если в классе 20 детей, то они ведь все, как вы сказали, разные, поэтому мы должны сначала изучить каждого ребенка лично и организовать учебный процесс на основе траектории развития каждого из них. Можно сказать, это большой рубеж, который стоит перед нашей образовательной системой. Мир сейчас переходит на этот формат. Почему? Потому что каждый родитель мечтает, чтобы в школе разглядели сильные стороны и навыки именно его ребенка и развивали именно его потенциал. Каждый ребенок является чудом. Каждый уникален по-своему. Каждый ребенок — это отдельный мир. Мы не можем подгонять их под один формат. Мы не можем говорить, что он должен знать, а что не должен. Это огромный вред, который мы можем причинить. Видите, мы должны найти то, что ребенку интересно, то, что вызовет у него больше интерес и стремления. Адаптивное обучение направлено на отдельную личность. У каждого ребенка свои интересы, своя судьба, свой путь. И каждый — будто свеча, которая никак не может разгореться. Мы сейчас много думаем над этим. Нашей главной задачей является то, как перевести процесс обучения в адаптивный формат. Я еще раз повторюсь, при обучении нового поколения очень важно давать знания в контент на цифровом формате. Если мы сможем перейти на цифровой формат, то адаптивное обучение придет само собой. Вот вы сами подумайте, вы готовите урок истории в цифровом формате. Если вы подготовите несколько сценариев урока, будете правильно задавать вопросы, то, исходя из ответа ребенка, будете понимать, какой вам план обучения с ними используют. План А или план Б. Тогда у вас появится много возможностей, которые вам существенно облегчат процесс обучения. Поэтому сейчас это очень важно. Последний вопрос, какие тренды в современной образовательной системе вы можете отметить особо. Основные современные тренды это, как я уже сказал, цифровая грамотность, онлайн обучение, искусственный интеллект, цифровизация машин и оборудования. Кроме этого, есть еще работа с системами бигдата, робототехнология, это интересно детям. Также мы можем сказать о STEM и STEAM, это обучение естественным наукам на примере жизни. Это очень большой тренд. Нельзя забывать и об искусственном интеллекте, об обучении на основе коммуникации, что тоже является трендом само по себе. Ну и напоследок адаптивное обучение, о котором мы с вами только что говорили. Спасибо вам большое за то, что уделили нам свое время. Желаем вам удачи в работе. И вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин